Всем добрый день! Извиняюсь, пропал немного. Получается, в конце апреля мы снова начали работать в прежнем режиме, по 6 дней в неделю. И первое время сначала не совсем понимал, что мы работаем снова в том же режиме. И я никак не мог собраться. И вот, наконец-таки, собрался. Что из новостей? Наш район продолжает также строиться. Совсем недавно открылись все открытые пляжи Дубай. В этом видео мы с вами поговорим о экспатриантах и экспатах. Люди, которые за значительно долгое время проживают и работают в другой стране, естественно, на загонных основаниях. Когда-то в Дубае, получается, мы получаем такие как ID-карты. Они выглядят как наши... Они выглядят как наши застрелили личности. Здесь есть чип, фотография, маленькая фотография. Ну, то же самое. Они, естественно, заменяют нам паспорта. И вот так они выглядят. У меня телефон перегрелся от такой жары. И я расходил в магазин. И по дороге меня обрызгала поливалка травы, это газона. Ладно, не суть в этом. Если вы не знали, друг, но по приезду до дубайский аэропорт, вам вручают только временную сим-карту. Там есть лимитирован трафик интернета и несколько метров разговора. Ее нужно... То ли она автоматически регистрируется при прохождении... То ли она автоматически регистрируется на вас при прохождении границы. Либо она выпущена, так я не точно не могу сказать. Ну, что о сим-карте-то. Но у нее тоже есть какое-то сроговистие. Если вы ее не воспользовались, она просто так сгорит. Вот, вдруг это вы не знали. По поводу нашего ID... Думаю, она имеется в каждой стране. Если вы находитесь долгое время и на законных основаниях, естественно, то вам тоже введут подобную карту. Ее нужно разносить всегда с собой, потому что по этому чипу имеется вся информация о вас. Поэтому, если вас, конечно, остановит полиция, то вас будет проверять. Кстати, сейчас пока рассказываю, я вспомнил, что в Дохе была подобная карта. Были такие рейды, то есть там нас едино уже остановила полиция, полностью там перелегла дорогу и наш, получается, отельный автобус, который нас приводит и уводит с работы в Дохе, нас остановило ночью и проверила всех. Это было минут 10-15 заняло. Проверила у всех ID карты, вот так. Так что очень важно носить эту карту с собой. И тут, и вот я поговорю про Доху, я вам что-то рассказал. А, кстати, по поводу экспертариан. Местное население в Дубае составляет около 10%, 90% все приезжие, и вы можете представить, какое это количество людей. Я прочитал недавно статистику, и там составляют около там миллионов, не просто в тысячах, миллионов составляет количество приезжих. И, кстати, совсем забыл. Какие тут основные вопросы у экспертариантов? Получается, видно, ну, конечно, можно отличить, где местный, где приезжий человек, который тут работает. И, в основном, спрашивается, откуда ты, с какой страны, как долго ты находишься в Дубае, нравится ли тебе тут. Это, наверное, будут три основные вопросы, которые задают каждый при знакомстве, в основном так. И, ну, на моем опыте, получается, ну, общаясь с гостями, узнаем, что там, если я нахожусь тут полтора года, но по сравнению с их временем нахождения тут, в Дубае, то это вообще ничего, потому что были, кто-то говорил, что живет пять лет, кто-то живет шесть лет, кто-то находится с 2022 года, получается, 13 лет в этом году исполнилось, 15 лет, ну, для них уже эта жизнь становится комфортной. В следующем видео я вам расскажу про погоду в Дубае, про недорогой шоппинг, если кого-то интересует. Думаю, многих это заинтересует. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, оставляйте пожелания по комментарии под этим видео. Желаем хорошего дня, пока! Пока боялся, что телефон выключится от перегрева снова. Вторая часть видео получилось то, что у меня получилась голова такая стрезанная какая-то. Я извиняюсь, но, думаю, поняли по ссылу моего видео. Желаю вам еще раз хорошего дня, пока! Субтитры сделал DimaTorzok